Сельским хозяйством Денис знаком с детства. Коровы, свиньи и куры всегда были в семье, разводили их для себя. Но два года назад мужчина решил любимое дело превратить в бизнес. Купил заброшенную ферму и начал ее восстанавливать. Ни электричества, ничего не было. Потом мы уже начали делать перегородку потихонечку. Пока бычков-то не было за счет гранта. То, что были наши, мы заехали в зиму, грубо говоря. Потом уже грант получили, и мы начали уже и воду проводить, и электричество, конечно, все мы сделали. И теперь уже опять по новой, так как уже немножко-то оборот пошел, как говорится, хотя только начали. Но все равно вложили уже в этом году только миллион рублей, наверное, за счет своих денег. Зато у нас уже будет все, как у людей. Не так, как хотелось бы, конечно, но намного лучше, чем было раньше. Заработать миллион и развивать свое дело Денису удалось благодаря региональной программе по поддержке начинающих фермеров. Предоставив документы и бизнес-план, он получил грант – 3 миллиона рублей. На них мужчина приобрел технику, отремонтировал крышу коровника и купил первую сотню бычков. И, к слову, их Денис держит не в загоне. Пока погода позволяет, стадо практически живет в поле. Обедать приходит на свист. Сейчас в хозяйстве Дениса бычки от года до нескольких месяцев свое дело планируют расширять, восстановить еще один коровник и самостоятельно разводить скотину. К слову, успешно развить свой бизнес на территории региона благодаря гранту удалось более сотни фермеров. За 8 лет на это было выделено более 200 миллионов рублей. А начиная с этого года процедура получения гранта стала еще доступней. Вне зависимости от отраслевого направления, заявитель может претендовать уже на сумму до 3 миллионов рублей. Если заявитель участвует в кооперативе, он может претендовать до 4 миллионов рублей. Тогда как в предыдущих грантовых поддержках 3 миллиона могли получать только направления, связанные с молочным животноводством. Сейчас же на 3 миллионах могут заявляться уже и пчеловоды, и направления, касающиеся отдельно по растеневодству, это картофель, овощи, рассада. Также в рамках новой программы начинающий фермер может направить средства гранта на оформление документов по регистрации фермерского хозяйства и на погашение кредитов, которые ранее брал для развития своего дела. Прием документов будет проходить в профильном департаменте с 8 по 28 октября. Далеко от Сергея Мазила в день событиях.